Мы первым законом внесем закон о прожиточном минимуме. Мы будем настаивать, чтобы бюджет исходил из того, что прожиточный минимум 25 тысяч рублей. Закон готов. Второй закон о регулировании цен на товары первой необходимости. Мы его внесли уже в декабре, по-моему. Мы будем настаивать, чтобы он был рассмотрен немедленно. Для нас очень важный закон образования для всех. Ну и так, по списку мы считаем исключительно важно, надо ввести закон 10% за ЖКХ, не больше 10% семейного дохода. Мы эту программу обнародуем в ближайшую неделю при представлении бюджета нашего правительства. Дорогие товарищи, здесь, на этом месте, когда было формирование левопатриотического блока в конце июня, мы сказали, нам нужна одна победа. Я поздравляю всех наших сторонников, дорогих соотечественников с морально-политической победой, которую мы одержали на этих выборах. Вся страна убедилась, что с нами смелые, что с нами честные, что с нами совестливые, что с нами будущее. Помните, как у Высоцкого? От границы мы землю вращали назад. Было дело сначала. Но обратно ее завертел наш комбат, оттолкнувшись ногой от Урала, от Красного Дальнего Востока, от Сибири, от Урала. Наконец-то нам отдан приказ наступать, отбирать наши пяди и крохи. И отступления не будет. Геннадий Андреевич назвал те законы, которые будут внесены в Государственную Думу, как исполнение наших обещаний. Мы сделаем все, чтобы они были приняты. Но если, тем не менее, Государственная Дума откажет воле народа в реализации, мы будем рассматривать вопрос о проведении всенародного референдума по отмене пенсионной реформы, по прожиточному минимуму 25 тысяч рублей, по отмене дистанционного и трехдневного голосования. Наше дело правое. Победа будет за нами. Спасибо. По отмене пенсионной реформы закон внесен. Я уверен, что в этот раз он может пройти. По крайней мере, моя часовая беседа с президентом показала, что власть серьезно задумалась над этой проблемой. Почему? Потому что наша страна единственная из крупных стран, которая продолжает вымирать ударными темпами.